Привет, мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз у меня на канале. Я вас всех очень рада видеть. Сегодня я хочу показать вам очередной мой процесс. Второй этап вышивания от фирмы Магия Канвы. Набор называется Вместе. Это вышивка бисером, неполная зашивка. Ну что я хочу сказать. Как я уже говорила в предыдущем видео, когда мы с вами разговаривали о моей работе в алмазной технике. Вот этот процесс занимает у меня значительное время. Мне он очень нравится. Несмотря, конечно, на то, что я действительно до сих пор не в восторге от бисера, я все равно его продолжаю вышивать, потому что мне как-то этот набор нравится. Он получается очень красивый. Я вышиваю сейчас по цветам, то есть не по рядам, как всегда советуют, как все говорят. Наверное, это даже правильно возможно вышивать по рядам. В данный момент я не вышиваю по рядам, потому что эту работу я уже начинала вышивать. Вышивала по рядам, мне не понравилось. И я ее просто отложила, просто бросила. Поэтому я сейчас вышиваю по цветам. Но могу сказать, что в целом я довольна. Ложится довольно-таки неплохо, ложится ровно. Но я думаю, когда она будет закончена, я ее отдам в багетку. И, естественно, работу будут натягивать. Я думаю, что бисер ляжет еще ровнее, чем вот сейчас. Я ее натянула на рамочку, я вам уже говорила. И вышивать мне становится удобно. Когда вот у меня, ну, канва немножечко ослабевает, я еще натягиваю и еще фиксирую степлером. Чтобы я вот хочу, чтобы было натянуто сильно. Потому что чем сильнее натянуто канва, тем лично мне удобнее вышивать. Сейчас я вам покажу, как она у меня работа выглядит. Приблизим. Ну, вот так вот выглядит. Цвета хорошие, цвета красивые. Вроде как лежит довольно-таки все ровно. Мне очень захотелось вышить глаз льва. Собственно говоря, я его и вышила. У меня такое чувство, что как будто глаз накрашен. Подведем какой-то подводкой или тенями. Но я пока не знаю, как это правильно сказать. Но мне кажется, что такое чувство, что глаз накрашен. Но все равно смотрится очень красиво. Глаза у него такие красивые, зеленые. Скоро я буду вышивать второй глаз. И, наверное, я перейду постепенно к носу. Ну, а что я буду вышивать дальше, я не знаю. Но я думаю, что, наверное, все-таки нужно будет закончить сначала с львом. С его вот холкой, там, ушки. Шерточку ему вышить. Ну, так далее. Наверное, с ним, а потом я буду переходить к львице. В целом, я всем довольна. Ну, помимо того, что у меня вот что-то в последнее время путается при вышивании нитка. Постоянно путается. Ну, я не знаю, почему вообще я за своей ниткой, которую я, собственно, всегда вышиваю, такого не наблюдала. Но вот в данный момент, при данной работе у меня почему-то такое происходит. Вот воск я не использую. Но, возможно, и, может быть, и надо было бы использовать. Но я, если честно сказать, не знаю. Может быть, это у меня просто время. Но, может, потом все изменится. Я не знаю. Вот. Ну, вот так вот выглядит моя работа. Я не могу сказать, что продвижения у меня очень большие. Но все равно они уже есть, и это хорошо. Ну что, спасибо большое, что зашли ко мне на канал. Вот, в связи с приближающимися праздниками, я не знаю, как я с какой периодичности буду выкладывать видео, какие я вообще буду выкладывать видео. Поэтому я сегодня решила отснять все по максимуму, чтобы вам, может быть, не на этой неделе, но попозже немножечко показать, что у меня есть. Так что, когда уже следующий этап будет, я пока не знаю, когда я его сниму. Но я надеюсь, что эту работу я буду продолжать вышивать в том режиме, в каком я, собственно говоря, и вышивала. Еще раз спасибо за то, что зашли ко мне на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И мы с вами увидимся уже в других моих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok